Самого юного интеллектуала выбрали в Реутове. Мне было сложно нарисовать и дорисовать фигуру очень. Какие задания были и кто получил главный приз? Сроки годности продуктов питания и табарное соседство. Проверил народный контроль. Что нашли, расскажем. Что делать, чтобы быть в тонусе и как бороться с зимней депрессией? На собственном примере покажут корреспонденты РТВ. Четко, филигранно и красиво реутовские гимнастки вернулись с медалями с областных соревнований. Добрый вечер. Вы смотрите новости на главном городском в студии Ирины Михайлюк. Начнем выпуск с событий сферы образования. Расскажем об успехах малышей. Сегодня в 4-м детском саду выбрали юного интеллектуала. Это был одноименный городской конкурс. Участвовали 45 детей и боролись за главный приз – сову, символ ума и сообразительности. Насколько сложными были задания и как детсадовцы справились, с волнением расскажет Дарья Галакова. Вот с такого гимна, который по совместительству еще и слоган конкурса, и начались соревнования воспитанников детсадов. Среди участников юных интеллектуалов Соня Коломытцева, чтобы попасть в финал конкурса, прошла строгий отбор в своем саду. Мне было сложно нарисовать и дорисовать фигуру очень. Я почти все дорисовала, только надо было две фигуры, но меня уже забрали, не успела. Немножко. Немножко не успела, потому что общегородской этап сложнее и участники здесь самые сильные. Это 45 ребят из 15 дошкольных учреждений Реутова. Их возраст от 5 до 6 лет. Задачки щелкают почти как орехи. Они здесь на логику, внимание и мелкую моторику. Задачи разные, но смысл в них закладывается один и тот же. Идет проверка, прежде всего, общих когнитивных способностей. Транзитивность и другие варианты, связанные с логичностью мышления. Кроме этого, решаются задачи на дивергентное мышление, способность нестандартно мыслить. Это в обязательном порядке мы смотрим у детей. Конкурс длился 45 минут на решение каждой задачи определенное время. Здесь важны и скорость, и безошибочность выполнения задания. Но выбрать из участников лучших все равно сложная задача. Юный интеллектуал – это ребенок, который обладает на сегодняшний день некими уникальными способностями. Мы здесь не проверяем уровень знаний по определенным образовательным программам и так далее. То есть здесь идет некая интеграция межпредметных областей. Пока жюри подсчитывает баллы, у конкурсантов пятиминутка отдыха. Она помогает расслабиться после одного испытания и настроиться на другое. Ведь даже таким одаренным детям необходим отдых от мозгового штурма. Одаренным детям внимание всегда уделялось. И хочется все равно выделить этих детей среди общего количества всех присутствующих в детских садах. И, конечно, очень приятно видеть этих ребят на нашем конкурсе. Теперь об итогах. Грамоты за участие и подарки получили всех, кто боролся за звание юный интеллектуал. Ну а главный приз – это сова – вручили воспитанникам детского сада номер 4. Дарья Галакова, Александр Попов для РТВ. Своё мастерство демонстрировали не только дети, но и их преподаватели. 197 работников сферы образования приняли участие в конкурсе «Профсоюзная радуга». Конкурс проводится в городе уже пятый раз. С каждым годом он становится все популярнее. Участвовать предлагают в нескольких номинациях. Например, это прикладное искусство, рисование, кулинарное мастерство, хореография и другие не менее интересные номинации. У нас не только учителя, у нас здесь и повара, и заместители директоров, у нас здесь есть и младший персонал. Поэтому этот конкурс позволяет всем отличиться. Каждый проект, представленный на конкурс, уникален. Это касается не только вкусной еды. В этом году участникам, например, впервые предложили соревноваться в приготовлении блинов, но и других ремесел. Танец веселый, называется лорке. Это танец является танцем всех радостных праздников в Армении. У меня нет цели победить, но мне хочется выступить достойно, чтобы наша школа гордилась нами. В каждой номинации выбрали победителя. Им вручили благодарности и ценные подарки. Открытый урок мужества «Солдат войну не выбирает» прошел в Реутовском музее. В нем участвовали больше ста человек. Посвятили его памяти воинов-интернационалистов, которые погибли во время чеченской и афганской кампании. Они жили и учились в Реутове, а после ушли защищать родину. Каждый из четверых, кого сегодня вспомнили, честно и до конца выполнил свой воинский долг. Факты, истории и их подвиги в музее вновь представили общественности. По квартирный обход Реутовчан стартовал в городе. Проводят его члены участковых избирательных комиссий. Цель – рассказать горожанам о том, где и как можно будет проголосовать на предстоящих президентских выборах. Они пройдут 18 марта. При обходах особое внимание уделят новым возможностям избирателей. С этого года, например, появилась норма, когда проголосовать можно по месту нахождения, а не по прописке. Как это сделать? И расскажут члены комиссии. В Реутовском избиркоме просят жителей города с пониманием отнестись к обходу. Подчеркну, что при посещении сотрудник участковой избирательной комиссии должен предъявить служебное удостоверение. Ни одного нарушения не выявил народный контроль Реутова. Сегодня с проверкой специалисты нагрянули в один из сетевых продуктовых магазинов. Во внимание брали несколько фактов. Смотрели не только чистоту и порядок в супермаркете, но и, например, сроки годности, выкладку товаров, а также проверили так называемое товарное соседство продуктов питания. Качество соответствует. Просроченных товаров мы не выявили. Значит, молочные продукты, рыбные, колбасные изделия. Проверяли ценники на товарах. Ценники везде есть. Такие проверки народный контроль проводит в рамках одноименного проекта партии «Единая Россия». В следующий раз, а это будет через месяц, они отправятся в городские аптеки. Солнечные дни всю неделю радуют риутовчан, и это, по прогнозам ученых, лучшее избавление от зимней депрессии. Погода, хоть и морозная, но способствует выработке полезных гормонов счастья. Напомню, те же ученые в декабре прошлого года объявили, в Подмосковье за весь месяц было всего пять солнечных часов. А количество тех, кому поставили диагноз депрессия, выросло в сотни раз. Как бороться с плохим настроением, куда идти и что делать, выяснила Анна Егоршина. Одолела хандра, не хватает солнца, а до отпуска еще далеко, значит, самое время начать поднимать себе настроение. Первый и самый приятный способ избавиться от депрессии – отправиться на массаж. Как хорошо, я бы так вечно слежала. Приглушенная восточная музыка, арома масла и нежные руки тайских мастеров переносят на экзотические острова. Подальше от всех проблем и забот. Прилив сил, прилив энергии, заряд бодрости. То есть, действительно, после тайского массажа приводится в гармонию душа и тела. Для этого можно выбрать тайский традиционный массаж с элементами йоги, легкий и нежный ойл, массаж травяными мешочками, стон-терапию и многие другие разновидности. Такое удовольствие обойдется в 200 небольшим тысячи. И через час релакса можно почувствовать себя уже другим человеком. Ежедневная работа, стрессы и накопленные усталости – как результат депрессии. Лучше всего с ней справляется массаж. Ведь, как известно, снимая физическое напряжение, мы получаем эмоциональное расслабление. Только что это было проверено на себе. Я сейчас чувствую легкость, прилив сил и в хорошем настроении готова идти работать дальше. Кроме массажа можно отправиться и на другие СПА-программы. Хорошо бодрит и даже веселит так называемый душ впечатлений. Причем впечатлений под ним и в самом деле очень много. Жаркий трофический ливень сменяется иногда пронизывающим до мурашек дождем. А потом приятными моросящими каплями. Для поднятия настроения купание сопровождается цветой музыкотерапией. Второй способ избавиться от депрессии – пойти на фитнес. Наталья Чемагина считает себя счастливым человеком и никогда не поддается унынию. Спортом занимается практически ежедневно. Говорит, это лучшее лекарство от плохого настроения. Я пожилой человек, мне 63 года, я пенсионерка. И когда я прихожу заниматься, иногда бывает состояние не очень хорошее. Усталость в течение дня накапливается. А после занятия я ухожу как на крыльях. Я не знаю, сколько нужно ходить, говорят, два-три раза в неделю, но я хожу почти практически каждый день. Потому что мне это нравится. Это поднимает настроение и создает хороший настрой. И это не случайно. При занятиях спортом в кровь выделяются эндорфины, природные антиоксиданты. И настроение неизбежно поднимается. Причем лучше всего во время бега и плавания. Впрочем, есть и другая причина для радости. Результат, который он через какой-то период времени увидит и почувствует на весах, в зеркале. Он увидит, допустим, либо лучше, но в сегодняшний момент для человека является положительным. Ему приятно, когда какой-то человек со стороны скажет, что он видит, что он изменяется. Это самая положительная эмоция, к которой они приходят и говорят, что мне приятно, на работе мне сообщили, сказали. И, наконец, третий и безотказный способ поднять себе настроение – съесть что-нибудь сладенькое. Например, шоколад или бананы. В них есть вещества, вызывающие чувство эйфории. Но здесь главное не переедать, иначе вторая волна депрессии захлестнет уже из-за набранных килограмм. Анна Егоршина, Сергей Сомов, Лертова. Теперь к новостям спорта. Два призовых места заняли риотовские гимнастки на областном турнире. Он прошел в Раменском. Самые юные участницы, им от 6 до 8 лет, выступали в составе команды Аннабель-Нимфея и завоевали серебро. Уступили лишь спортсменкам из Москвы. Гимнастки постарше, их возраст от 8 до 10 лет, заняли третье место. Сейчас у девочек небольшой перерыв, а после под руководством тренеров они начнут подготовку к новым турнирам и соревнованиям. И несколько слов о погоде. Как и обещали синоптики, завтра в Риотов придет потепление. Утром минус 8 и ясно, днем всего 5 мороза и небольшой снег. Кстати, такие же значения вечером и ночью. Ветер преимущественно юго-восточный 4 метра в секунду. Таким был четверг по версии службы информации городского телеканала. Итоги уходящей недели подведем завтра. Свежий выпуск новостей смотрите в 19.30. В студии работала Ирина Михайлюк. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова